Желаю мира и приятного просмотра, с вами ЦКБРОВСКИЙ И сегодня обзор дешевых продуктов супермаркета Сильпо, куда я сейчас отправляюсь Если вам эта рубрика нравится, ставьте лайк, запасайтесь какой-то вкусняшкой И всем, ребят, приятного просмотра Возьмем телегу, куда будем складывать товары И поехали выбирать продукты Итак, здесь горошек Вот такая баночка, 510 грамм, стоит 13,09 Возьмем ее Дальше, что тут у нас еще есть интересное Икра по 20 гривен, а не акция Давайте посмотрим, может что-то есть подешевле Вот, вижу, икра кабачковая по 14,89 Берем, вот это нам подходит Дальше давайте смотреть Консервы, ниже здесь они все подешевле идут Вот такая вот тушенка есть по 34 гривны А также возьмем хильку, по 7,84 Вот такая баночка, здесь 240 грамм Закидываем, вот сюда вот Здесь, наверное, все, давайте еще посмотрим Вот здесь, что-то у нас продается Вот я так понимаю, маслины, ананасы Так, что-то у нас по маслинам 40 гривен, это дорого И, как всегда, дешевые товары лежат в самом низу Давайте возьмем вот такие вот маслины За 13,69, здесь 180 грамм По горчицам, что тут у нас дешевая Вот такая по 6,59 Давайте возьмем самую дешевую Я так понимаю, вот, 4,79 Здесь 100 грамм Давайте попробуем И еще хочу взять какой-то кетчуп 11,10,8 Точнее не 8, а 9 Они пишут все время, 99 копеек Самый простенький вариант Это вот такой кетчуп, 250 грамм Стоит 5,89 Дальше, тут у нас сыры Под солнечным маслом Это нам неинтересно Колбаса разная Вот Дошираки Вот такая вот вермишель По 3,49 Давайте ее попробуем Еще хочу взять самую дешевую Мивину За 2,99 Курица Вот, мороженое обязательно хочу взять Давайте посмотрим Что тут самое дешевое Самое дешевое Это в стаканчиках По-любому Вот такого формата Только что Пока он не стоит Я не знаю Узнаем цену уже на кассе Шпроты По 16 гривен Полная чаша Брын Возьмем Попробовать Икра 14,90 14,50 Вот эту икру Я вообще никому не рекомендую Не вздумать ее покупать Я пробовал Такую икру Она ужасная А вот эту Можно попробовать 14,90 Плюс 25% Она примерно Будет стоить Ревень 10 Дальше у нас тут Пиво Майонез Вот Хочу взять Какой-то Самый простенький вариант Ага 3,99 30% Вот такой пакетик 180 грамм Давайте его возьмем И колбаски Сосиски И так далее Самый простенький вариант Вот этот 19,99 Хородская номер один А тут написано Мяска Скорее всего это она И сосиски Все тут у нас по сосискам идут Самый дешевый дворик 19,49 Я тарань Здесь 435 грамм Возьмем И еще хочу взять Сардельки Опять 79,99 грамм А здесь у нас 900 грамм Это слишком много На полутинник Надо взять поменьше Упаковки Амегисепель По 10 грамм Так что будем брать Примерно 40 линей Среди сыров Сырных продуктов И так далее Так Самый простой вариант Это вот такой вот Брышковый 50% Здесь 90 грамм Стоит 2 гривны Возьмем вот этот А этот Не вижу смысла переплачивать Среди сметан Самый дешевый вариант Это Галычина Жидкая кислородская Но они здесь все по 15 Нет Ну почему Вот смотрите Не, ну это дорогое У меня кто-то подешевле Надо Попробовать Это все не так Если попробовать Надо Попробовать Я еще хочу попробовать Сырок какой-то Вы мне писали в комментариях Чтобы я выбрал Какой-то самый дешевый вариант И хилипп 6,49 грамм Это Попробовать Дальше В холодильнике Сейчас посмотрим Пельмешки Какой-то вариант Самый дешевый Вот От 39 Точнее по 40 грамм Вот такая упаковка Возьмем Это вот вариант Возьму на глаз Вот так вот Несколько штучек будет Достаточно Так Вареньки 224 грамма Давайте посмотрим Вот На 4 гривны 68,5 Дальше Что-то у нас есть Интересное Круассаны Самый дешевый вариант По 7,19 Вот такие вот Несколько видов Я возьму с шоколадом Хотя нет Давайте попробуем Другой Например С арахисом Я в прошлый раз Пробовал с шоколадом Сок Давайте посмотрим Полный чашек По 0,2 Стоит 4 гривны А литр здесь 12 гривен Литр будет выгодней Так что возьмем Такую упаковку Яблочный виноградный И попробуем Что оно такое Чипсы здесь Дороговатые Дешевые Нет А, есть Вот Вот такие По 9 гривен Сыр и бекон Мне сыр больше нравится Так что Возьмем Попробуем И что тут у нас По сухарикам Плин Или как оно называется Да По 6,84 Дешевле Ничего нет Здесь у нас Сладкая вода Подешевле Здесь Вот такой вот Бон Буассон Ситро Лимонад И Тархун Давайте попробуем Ситро Другие варианты Которые по 2 литра Идут 22,24 Вот эта бутылка 19 В других магазинах Можно найти подешевле Дальше Что тут у нас есть Вафли Самый простенький вариант Это Вот такие вот Молочные вафли По 4 гривны 4 копейки Полную чашу Берем Дальше Печенье Самый простой вариант Опять же Полную чашу По 3 гривен И 4 копейки 4 вида Грельяж Полная чаша За 4,94 52 грамма Давайте попробуем Что оно такое И осталось взять Какой-то Шоколад Самый дешевый вариант Это у нас Рошен По 10 гривен 49 копеек Но я не советую брать Потому что Здесь начинка А шоколада Очень мало По 9,94 С орехами Чаревный вечер Можно взять еще Кормы для карта Самый простой вариант Это Киттикэт За 6,64 Давайте возьмем Вот этот Его большую сумму Беру Значит Он наверное Самый вкусный Теперь поехали На кассу Посмотрим Сколько у нас получится За этот товар Здравствуйте Да Нет Нет В итоге Сделал я свою закупочку Мне еще напарили Пластилин По 99 копеек Но говорят Что он стоит Вообще По 10 гривен Не положено По чеку Я говорю Ладно пробивайте Пригодится Закупка составила У меня 472 гривны Это вместе с пластилином Пришел я уже домой Выложил все продукты Которые я купил И я не могу Офигевший За эту закупку Я потратил 472 гривны Но зато мы с семьей Будем кушать Несколько дней Так что сейчас Буду усаживаться И будем дегустировать Вот эти вот продукты Начну дегустацию Я из сладостей Так что берем Вот такие печеньки Внутри здесь Примерно 8 штучек Вот так они выглядят С начинкой Под чаюку Зайдут на ура Дальше Берем вафли Здесь вот такие 4 вафельки Нормальная вафелька Только она Малеха сладкая Кушать можно Свои деньги Она стоит Грильяш Вот такой Ломанем кусочек Я думал Что когда кушу Зубы поломаю Но очень мягкое Ломается на изи Так что за зубы Можно не бояться Сухарики Вот так они выглядят И здесь еще есть Какая-то фишка Лично я считаю Что смысла Отправлять Смски В подобные акции Не стоит Сухарики Нормальные Теперь можно заценить Вот эти чипсы Если что В АТБ Подобный бренд Дешевле Там он вроде По 4 гривни Вкусные чипсы Только здесь же наверное Гадости очень много Но зато это вкусно Дальше давайте Попробуем Вот этот вот сырок Стоит всего лишь 2 рубля Вот так вот выглядит Упаковка Хотя тут кисун пришел Сырок подождет Давайте на обзор Котику дадим Киттикет Будешь? Кис Будешь? Смотрите Какой кот довольный Сейчас продегустируешь Чтобы коты знали Стоит такое покупать Котам или нет Пробуй Будет есть или нет Ну видите кушает У меня кошка не породистая Обычная дворовая Так что Она особо продуктами Не перебирает Ей пока это даже Самый дешевый корм Да типа Вкусненько? Да? Распечатаю вот этот сырок Много открывать не буду Потому что Очень много продуктов Пробовать Меня малеха развели Этот сырок Стоит 9 гривен 59 копеек Сыр очень крутой Но он не 2 гривны стоит Как было написано Мороженое Здесь можно Но он уже растал Это соответственно Мой косяк Так мороженое хорошее Давайте попробуем Вот этот сырок Вот так он выглядит Как шоколадная конфета Обычный себе творожок С шоколадом Вкусно Но я считаю Что это дорого Лучше уж купить Обыкновенный творог Так что Сойдите сами Я вам не советую Этот сырок покупать Дальше Давайте попробуем Вот эту икру Открываем Она в любом случае Круче чем та Которая была красная Или же черная По такой же самой стоимости Тут хотя бы есть масло И оно вкуснее На хлеб намазывать можно Но вам покупать Не рекомендую Лучше уж Обычное масло есть У нас тут еще есть Сладкого из круассан Давайте посмотрим Сколько там начинки Ооо Так начинки тут нормально Так что не стоит Переплачивать за Чипи чао Который я покупал В предыдущем выпуске Реально очень много шоколада Как раз жевал Я чувствую Что здесь не шоколад А арахис Дальше Что тут у нас еще есть Майонез Обычный себе майонез Я считаю Что вот этот Можно добавлять В оливье Давайте заценим Кетчуп За 5 гривен Для шашлыка Национальная Белоруссия Вот так вот Называется этот бренд Со стримкой Хороший кетчуп Покруче того Который я покупаю Вот это От брендов Шоколадка Чаривный вечер Вот такая упаковка Отломал Смотрите Чистый шоколад Тут даже есть какие-то орешки Вот этот шоколад Среди хороших Дешевый Я ему поставлю 4 с плюсом По 5 бальной Сметана 15% Давайте заценим Кислинка Для блинчиков пойдет И запомните Дорого не всегда круто Надо перебирать товар Молоко Открываем его И наливаем Заценим Нормальное все молоко На вкус оно более-менее Это же вам не корова Хотя коровичь я не особо люблю Она слишком жирная для меня Дальше Что тут у нас есть Это шпроты В оливье Давайте их откроем Тут есть открывашка Отламываем Давайте Достанем На вид они очень крутые Потому что в банках Не видно Что там за товар На новый год Можно брать Что тут у нас остались Сосиски Сардельки Берем ножик Распечатываем Вот так они выглядят внутри Возьмем на пробу Туалетная бумага Да и все Я в принципе лучше никогда Не покупаю Я сначала испугался Думал что они испортились Против более-менее запах Очень крутые сардельки Они стоят 52-63 Никто меня ничего не обманул Здесь килограмм Очень хороший Рекомендую Вот такая вот упаковка Называется Сардельки у века Давайте попробуем Вот эти вот Оливки Давайте заценим Ммм это вкусно Не переплачивайте за упаковки Хорошие масляны за свои бабки Тут осталась у нас еще вот такая колбаса Вот так она выглядит И давайте заценим колбаску Тоже походу из какой-то бумаги Мясо здесь вряд ли есть Чисто для пенсионеров Студентов покатит А если у вас есть деньги То купите лучше вот эти сардельки Горчица Давайте ее заценим Лучше конечно было бы ее Сочетать с какой-то колбасой Но так ты не почувствуешь вкус Самой горчицы Открываем Вот можете посмотреть Жидкая себе горчица Не знаем сколько она ядреная Сейчас мы это все заценим Ого Слишком много взял За 4 гривны Своих денег стоит Дальше давайте попробуем Вот этот вот горошек Горошки целые Как они на вкус Мы сейчас узнаем Хороший горошек В оливье пойдет Нормально мне нравится За свои деньги Стоит покупать Давайте теперь заценим Вот эту кильку Здесь 240 грамм Уже вытекает Она хоть в нормальном состоянии Итого Что мы здесь видим Перемешанное все в кашу Давайте заценим Какой себе приторный вкус Кильку вам не рекомендую У меня от нее будет Ижо По-любому 7 гривен Не тратьте Вот эта килька Не стоит своих денег Не дай бог Еще траванетесь Дальше Что тут у нас Яловочина Тушевана В любом случае Покруче будет Чем килька Что это было Только что Бульбашки Где-то пошли Думаю Для макарошек По-флотски Пойдет Икра Кабачковая Полная чаша Давайте посмотрим Что оно такое Открываем икру Есть контакт Как она выглядит Давайте заценим Сверху правда Она как-то темная Но Когда дальше Достаю нормально Разницы я не вижу С той Которую я покупал В АТБ Такое чувство С одного завода Икру Баклажаны Можете покупать Свои деньги Она точно стоит У меня осталось Две упаковки Бичпакетов Пельмени Треймадведи И на развес Вареники Так что набираем Два сотейника Чтобы это все Отварить Пока там вода Будет закипать Я еще включу чайник Для того чтобы Запарить нашу вермишель Пока вода Везде кипит Я попробую сок Вот этот вот Полная чаша Что оно такое Кисленький себе Сок да и все Вот в этом Ничего плохого Я не увидел Обычно себе Вода с красителем Так здесь водичка Закипела Давайте перекинем Вот эти вот Макарохи И что нам тут Пакет дает Два вида Подсолнечного масла Которое можно Выкинуть И приправка Я сюда насыплю Здесь же так же Подсолнечное масло Оно еще и покоцалось И вытекло Кидываем И приправа Так давайте Это все зальем Я тут еще так Приложил Чтобы не перепутать Где какое Здесь у нас Мивина А здесь Вермишель Полная чаша Так здесь Водичка закипела Так что давайте Закинем вот эти вот Пильмиши Сюда хотел уже Закидывать вареники А тут вода не закипела Накрою вот это все Крышкой Чтобы оно лучше Запаривалось Вот что я еще Не попробовал Это водичку От Бон Буасон Классичный лимонад Давайте заценим его Вот так это все Выглядит Нормальная водичка Немного вкус Напоминает воды Из 90-х Сейчас подожду минут 5 Чтобы оно все Хорошо отварилось И будем пробовать Вместе с бич пакетами Итого Мне осталось Попробовать вареники По 2 гривны За 100 грамм С картошкой Ничего плохого Принесать не могу 2 гривны не стоит И давайте попробуем Пельмехи Кто бы сомневался Они классные Но я вам не могу Их порекомендовать Потому что магазин Меня опять же обманул Они мне обошлись В 99 гривен 99 копеек Я не спорю Что они хорошие Но они стоят прилично Если бабло есть Покупайте Если бабло нету Покупайте вареники Я лично разницы не вижу Но если вы уже хотите Там с какими-то добавками Вкусными приправами Тогда надо немного Распешелиться И взять чуть дороже А среди дешевых Разницы нету Стоит там Роллтон Мивина Или же вермишель Берите что дешевле Хочу сказать заключительное слово По поводу тех товаров Которые я сегодня попробовал Вот что здесь находится В холодильнике Это все я не рекомендую Сырочек Килька Колбаса Сосиски Майонез Лучше на это деньги не тратить Остальное По поводу сладости Молочки Нормальное Даже я добавляю Вот эту вот тушенку Спроты И горошек И то что я вам рекомендую Среди того что я сегодня попробовал Это икра Потом оливки Офигенный вот этот кетчуп Белорусский Первый раз кстати его пробовал Потом горчица Обычная от производителя Полная чаша И вот эти вот сосиски Дошираки уже смотрите сами Так что ребят Кому этот выпуск понравился Ставьте лайк Или дизлайк Пишите свои комментарии внизу Куда мне еще сходить Что мне снять Все высказывайте ниже Не забывайте про мой инстаграм Если вы хотите следить Больше за моей жизнью Ссылочка в описании И ребят Всем спасибо за внимание До новых встреч друзья Всем пока